Выступающая Луиза, 6 класс. Подскажите, пожалуйста, готова ли Луиза? Да, готова. Небольшая предыстория. Весной 2021 года, когда мы всей семьёй поехали к бабушкину дачу, я попросила родителей построить вольер для бабушкиной собаки. Мы с мамой нарисовали мою задумку, а потом посчитали, во что нам обойдётся реализация проекта вместе с материалами. И получилось около 30 тысяч. Родители сказали, что в настоящий момент не могут выделить такую сумму и предложили мне накопить самой. Так родился мой проект «Накопить и приумножить». Цель моей проектной работы накопить 30 тысяч рублей, используя разные финансовые инструменты. В ходе работы над проектом я стараюсь решить следующие задачи. Первое – это изучить понятия, необходимые для грамотного обращения с финансовыми ресурсами. Второе – это получить консультацию экспертов. Третье – практическое применение полученных данных. И четвертое – это вывод. Гипотеза, которую я выдвинула, заключается в том, что если использовать современные технические средства, программы, предоставляемые банками и другими организациями, то можно существенно снизить собственные траты, а возможно и получить из этого прибыль. Финансы. Финансы – это все деньги, которые принадлежат государству, бизнесу или физическим лицам. Находятся в постоянном обращении и приумножаются. Существует два вида финансов. Это наличные деньги, их легко носить с собой, они удобны в обращении, но их можно потерять, они изнашиваются и в возможной подделке. Но и есть другой вид денег – это безналичные деньги. С ними можно производить расчеты и платежи, и, возможно, не используя банкноты и монеты. Второе – мне нужно было обратиться к эксперту. Я обратилась к другу моего папы, он работает юристом. Я получила такую информацию. С 6 до 14 лет у детей появляется небольшой объем финансовых прав. Они могут тратить карманы и деньги, принимать подарки, если для сделки не нужен нотариус или регистрация, совершать мелкие бытовые сделки. Следующая мелкая бытовая сделка – это сделка, которая незначительна по сумме и направлена на удовлетворение бытовых потребностей ребенка. То есть ребенок от 6 до 14 лет может купить булочку в столовой. Айфоны, ноутбуки, приставки и драгоценности без разрешения родителей покупать нельзя. Так как мне нет 14 лет, то родители, во-первых, контролируют мое финансовое поведение, а во-вторых, когда я скоплю на вольер сама, я не смогу оплатить материалы, доставку и строительство. Это не бытовая покупка, и сделать это должна будет мама или папа. Третье – источники накопления. Сначала основным моим источником финансов были подарки. Я рассказала родным о своей цели, и на день рождения все родственники подарили мне деньги. Набралось около 12 тысяч. Я думала, что подарки будут единственным источником моих накоплений, но перед началом учебного года государство выделило семьям с детьми единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Я обсудила это с родителями, и они сами предложили мне пополнить этой суммой мои накопления. Еще одним весомым источником дохода могут стать, как выяснилось, сэкономленные средства. Родители еженедельно дают мне определенную сумму денег, чтобы покупать что-то, перекусить в школе или во время прогулки. Если не поддаваться спонтанным желаниям и тратить разумно, то остается почти треть суммы, которую я тоже вношу к моим сбережениям. Ну и, наконец, выяснилось, что современные банковские продукты, такие как кэшбэк, проценты и остаток на карте, тоже могут приносить доход. Как это работает? Современные банковские продукты. Когда я начала накопление финансовых средств, стал вопрос о форме, в которой я буду это делать. И было два основных варианта – бумажные деньги и банковская карта. У меня тоже есть свои плюсы и минусы. По мнению психологов, бумажные деньги ребенку легче контролировать. Средства на карте мне наглядны. Их проще и быстрее потратить, подавшуюсь спонтанным желанием. Но именно с безналичными деньгами возможны операции, которые могут привести к росту дохода. Поэтому родители оформили мне банковскую карту. Она привязана к банковской карте мамы, и она видит все мои траты. Но у меня есть личный онлайн-кабинет, в котором мне доступны некоторые банковские продукты. Для начала я не плачу за обслуживание карты. Банк делает это все бесплатно. На все покупки распространяет кэшбэк 1%. Не очень много. Но можно выбрать категорию товаров, на которые кэшбэк доходит до 30%. Например, мы с мамой покупали книги с кэшбэком 12%, одежду с кэшбэком 15%, билеты в кино 30% и другое. Чтобы было понятнее, приведу конкретную сумму. Три билета в кино от 1200 рублей, 30%, 360 рублей вернулось мне на карту. На моей карте есть функция денежного вознаграждения на выполнение заданий. То есть родители могут мне предлагать задания и переводить деньги за их выполнение. Но этим предложением мы пока не пользовались. Мама сказала, что это неэтично. Как видите, при разумном подходе можно действительно получить выгоду из банковских предложений. В настоящий момент я накопила чуть больше 2-3 нужной мне суммы. Но выяснилось, что существует такая вещь, как инфляция. Инфляция – это рост цен на товары и услуги. При инфляции происходит обесценивание денег, снижается покупательность, способность населения. То есть если я накопила 30 тысяч, то в следующем году эта будка может стоить уже 35. Также я выяснила, что такое инвестиции. Инвестиции – это вкладывание денег в какой-то бизнес. И познакомилась с удивительным человеком Мором Баффетом. Баффетом – это человек на четвертом месте, самый богатый. Он написал книгу «Правила богатства». С помощью мамы я пока попробовала только инвестиции и акции. Чтобы показать мне, как это работает, мама купила мне акцию в Яндекс. Цена покупки была 4906 рублей. Сейчас стоимость акции 5071 рублей. Считаю это хорошим опытом, который применю в дальнейшем при распоряжении собственными финансовыми средствами. Ну и у меня возникли некоторые трудности. Необходимость изучить сложные финансовые и юридические понятия. Необходимость разбираться в банковских услугах, садить за состоянием счета. Ну и психологически было сложно удержаться отряд, когда у тебя есть карта с некоторой суммой денег. Цель проекта – накопление 30 тысяч рублей для постройки вольера. И она достигнута не полностью. Но есть основания полагать, что после Нового года вся сумма будет собрана. При выполнении проекта я столкнулась с трудностями. Необходимость изучать сложные финансовые и юридические понятия. Необходимость разбираться в банковских услугах. Данный проект также научил меня наставить цели, анализировать пути и их достижения. Я познакомилась с гражданским кодесом Российской Федерации. Узнала о банковских картах, поняла, как работает кэшбэк. Такие есть возможности получения дохода и его увеличения. Спасибо большое, Луиза. Подскажите, пожалуйста, члены жюри, есть ли вопросы к Луизе? Андрей Станиславович, у меня вопрос. Луиза, подскажи, пожалуйста, заинтересованность и вообще понятно, что цель была накопить деньги. Были ли какие-то уроки или предметы в школе полезны тебе для достижения этой цели? Могла ли ты воспользоваться какой-то информацией, которую получила в школе, например, на уроке математики или общества знания, и вот применить? Да, как раз именно на этих уроках я смогла бы что-то из этого понять. А что? Ну, в математике мне пригодились проценты. Если ты планируешь дальше вкладываться в инвестиции, тебе еще понадобится изучение графиков. Это будет очень важно для того, чтобы понимать разницу, рост цен и так далее. Я желаю тебе удачи в накоплении. Уверена, что тебе все получится. Хорошо, спасибо.